Финам-ФМ. 99,6 в Москве. Будущее. Где-то рядом. Авторская программа Александра Неклеса о горизонтах, которые открываются перед цивилизацией и человеком. Господа, добрый вечер. В эфире программа «Будущее. Где-то рядом». У микрофона Александр Неклеса, а вот со мной сегодня рядом гость в студии Юрий Васильевич Крупнов, председатель движения развития, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития. Большой знаток многих проблем, в том числе проблем Дальнего Востока. Мне вообще давно хотелось поговорить на региональные проблемы, которые становятся, да и всегда были, достаточно серьезными проблемами в России. Может быть, эта передача станет первой из цикла. Но, во всяком случае, сам Дальний Восток – это такой большой регион, что я думаю, что здесь ни одна проблема, и даже ни одна региональная проблема оказывается упакованным. Я вот, если, Юрий Васильевич, позволите, несколько цифр приведу нашим служащим до того, как мы начнем нашу беседу. Дальневосточный федеральный округ образован 13 мая 2000 года. Размеры колоссальные – 6,2 миллиона километров. Это более трети всей территории Российской Федерации. Вдумайтесь, более трети всей территории нашей страны. А если переводить на знакомый язык Европы, ну, мы привыкли, что там страны такие маленькие, но если не только маленькие, есть большие, типа Франции, то 10 Франции легко уместятся, и для 11-й останется место. А вот с населением проблема достаточно серьезная. По демографической переписи, которая проводилась 11 лет назад, 6,5 миллионов человек. Сейчас называют меньшую цифру. В любом случае, это где-то порядка всего 4% населения нашей страны. Ну, вот, может быть, с этой проблемы начнем, Юрий Васильевич, наш разговор. Такая огромная территория. Территория, в общем-то, богатая. Территория проблемная, правда. Но и такое маленькое количество населения. Что делать? Ну, прежде всего, осознать. Потому что вы правы, абсолютно, Александр, что даже не только больше трети, а 39%, если быть точным, всей Российской Федерации, это ДФУ. И пол Москвы, вот всего пол Москвы, соответственно, живет на этом гигантском пространстве. Действительно, 6,5 миллионов человек даже постараются. И, соответственно, даже из самых таких простых аналогий с концентрацией людей, с концентрацией их общения, коммуникации, можно представить разницу между Москвой и, соответственно, ДФУ. Это вот первый момент. ДФУ – это Дальневосточный федеральный урок. Да, Дальневосточный федеральный урок. И здесь, конечно, центральная точка. Всё население и, безусловно, элиты тоже должны осознать эту дикую, дичайшую неравномерность нашего пространства. Очень хорошо, лет 5 назад, академик Накаряков из РАН, представляющий Сибирское отделение Российской Академии Наук, очень точно и интересно сказал, говорит, вся страна похожа на головастика, гигантская переразвитая голова. Это, ну, сегодня уже дикий запад, дикий крайний запад. То есть это Сочи, Москва, Санкт-Петербург. Если посмотреть на карту, ну, это крайний, самый крайний запад. Дальше про транссибирское магистрали. Да, это примерно то же самое, что, скажем, в США, если брать запад, это побережье, там, Калифорния. Ну, я вот в одной из передачи переводил цифры, и уже, наверное, несколько раз приводил их. Они меня просто шокировали, что у нас 60% территории нынешней страны, то есть Россия, в формате Российская Федерация, 60% территории – это зона вечной мерзлоты. А географический центр – это примерно место падения Тунгусского метеорита, город Тува. Да, ближе к Красноярску. Тура, точно. Красноярск у нас, Тура, Тура, да, Красноярск у нас, соответственно, такой географический центр. Ну, вот не случайно сейчас у нас в Красноярске такое собрание, может быть. Ну, а в этом плане вот эта неравномерность – это, конечно, фантастический вызов вообще всему творческому духу нашего народа, по большому счёту. Потому что все разговоры о том, что надо бросить Дальний Восток, как некоторые говорят, скажем, даже писатель Веллер, он там говорит, что «Приморский край – это чемодан без ручки, Курилу – это чемодан без ручки, и жалко выбросить, но и делать с ним никто ничего не знает». Это, конечно, все эти рассуждения, либо что вот мы ещё одну программу примем, мы, соответственно, улучшим ситуацию на Дальнем Востоке, что очень важно. Но это всё не решает проблему. Я не буду уже говорить о том, что там с той стороны границы не менее 100 миллионов китайского населения, что Дальний Восток России напрямую граничит с Соединёнными Штатами Америки, с большой тройкой Северо-Восточной Азии, Японией, кстати, которая по численности населения почти сегодня сравнялась с Российской Федерацией, Республика Корея и гигантский Китай. И фактически мы видим вот эту выпиющую неравномерность, что в центре сегодня мира, в экономическом центре мира, по сути, мы присутствуем вот этим своим хвостом от головастика в абсолютно неприличном виде. И эту неравномерность надо осознать, принять как вызов, потому что никакие стандартные меры, даже, скажем так, мобилизационной экономики, которую многие проклинают, они всё равно недостаточно. Мы должны сделать здесь какой-то, в полном смысле слова, духовно-материальный прорыв. Иначе смерть всей страны, по очень простой причине, ещё раз повторюсь, что все разговоры о том, что это как-то можно уже отдать, подарить, здесь дело не в каком-то псевдопатриотизме или, наоборот, ура-патриотизме, а просто дело в том, что эти пространства задают нам вопрос, а вы вообще как народ можете что-то сделать с этим? Ну и, наверное, действительно здесь какая-то проблема идентичности. Мне вспоминаются знаменитые строки Максимилиана Волошина, поразительные строки. «Сотни лет мы шли навстречу в югом, с юга вдаль на северо-восток». Вот это вот движение русской цивилизации к Тихому океану, освоение Тихого океана, освоение русской Америки. И вы знаете, может быть, я говорю «может быть», потому что выяснилось, что очень мало людей знает этот факт. Оказывается, в середине позапрошлого века северную часть Южного океана иногда обозначали на картах как «Русское море». Всё правильно. И, во-первых, я хотел бы сказать, что, цитируя Волошина, по сути, если мы переведём северо-восток, это и есть «норд-ост». Слово, которое очень тяжёлое в последние 7 лет. Надо сказать, когда произошло то событие, проводили подобные параллели. Абсолютно точно. Как удар по идентичности, и даже вот эти строки вспоминают. И даже сам спектакль «Норд-ост», на котором всё это, трагические, все эти события произошли, в основе его лежит знаменитая повесть «Вениамина Каверина. Два капитана. Бороться и искать, найти и не сдаваться». И мне кажется... А знаете, чьи слова? Роберта Шелтона. Ну, это с точки зрения, да. Это исследователя Антарктики. Да, исследователя, которого были перенесены. Но вот этот дух покорительства, вот этот дух, по сути, веры в то, что мы, как народ, можем освоить, переосвоить, усилить практически любую территорию, вот он здесь и требуется. И действительно, то, что произошло, казалось бы, на спектакле, это имеет на меня какой-то магический смысл. И посмотрим в историю. Вот смотрите, Северо-Восток. Но ведь Волошин прав. Ведь, по большому счёту, когда из Киева в Северо-Восточную Русь переносилась столица, в Владимирско-Сузовскую будущую Русь, потом в Москву, это же был край земли. И в этом смысле, ну, не впадая в какой-то такой уже излишний, может быть, драматизм направлений в пространстве, но дальше, когда Пётр переносил столицу, мы опять шли, в общем-то, в совершенно необжитые пространства для того, чтобы быть в центре мировых событий, чтобы противостоять мировым державам не с точки зрения конфронтации, а с точки зрения быть сопоставимым с ними. И, по большому счёту, я в этом плане, вот вообще считаю, там многие не соглашаются со мной, я вообще считаю, что надо и столицу нашу переносить на Дании Восток, потому что иначе, иначе мы просто ничего с этим вызовом не сделаем. Вы знаете, Юрий Васильевич, я имею в виду, что мы сначала войдём в тему, не объявил телефон для наших слушателей включиться в разговор. Ну, сейчас я это сделаю. Телефон в студии 6510996, сайт finam.fm, FM – Федерация Микронезии, то есть никакого ору не нужно, finam.fm. Там можно задавать нам вопросы, реплики, суждения. Но к чему я это сейчас сказал, что, несмотря на всё это, мы уже получили массу вопросов. И некоторые вопросы, ну вот, собственно, последняя моя усмешка была связана с тем, что она была связана с двумя позициями, которые вы назвали. Во-первых, здесь есть уже вопрос и о переносе столицы, но начну с более тяжёлого вопроса. Вот Вероника задала нам вопрос. «Ничего уже с Дальним Востоком не сделать, неподъёмное это дело, не хватит никакой экономики, и это реальность». Я могу добавить, Александр, что буквально вот получил на Фейсбук тоже отношение к нашей передаче, что всё здесь очень скоро закончится, пишет Медельный Восточник. Вообще, скоро здесь всё закончится. И это мироощущение, оно есть. Мы должны его воспринимать как очень жёсткую реальность. Это первый момент. Но, на мой взгляд, всё-таки, если смотреть в историю, наши предки, конечно, непонятно, каким чудесным духом владели, но они совершали невозможное. Ну, смотрите, в период Ивана Грозного фактически там в 30 раз было увеличено территорию государства, мы вышли на Тихий океан. Русско-американская компания, известнейшая история, ну, которая, в частности, в Юноне и Авосе Андрея Вознесенского. Которая до Сандвичевых островов доходила. Да, то есть это, в принципе... Торговала в Кантоне и корабли, которые... Понимаете, когда люди, представляете, в 18 веке, они обсуждали, когда Иркутск был краем земли, по сути, да, и там было как раз восточное губернаторство, и когда люди обсуждали ситху на Аляске, соответственно, потом уже Калифорнию, правда, посевернее, чем сегодня сам Франциско, Форд-Росс и так далее. И плюс они обсуждали Гавайские острова и как торговать с ними. Вы знаете, один из царяков Гавайских островов серьёзно рассматривал вступление в подданство Российской империи. Понимаете, и вот в этом плане, да, что бы что ни говорили, понимаете? Да, говорили, там было много зверя, которого били, получали сверхприбыль. Эта сверхприбыль двигала людьми. Но не верю. Но вы знаете, Юрий Васильевич, я вот это вот всё слушаю, и, конечно, приятно слышать такой энтузиазм. И, ну, вспоминаются, и вы приводите исторические параллели, как в 30 раз увеличивалось количество территорий. Но я же вспоминаю исторические параллели, когда в 30 и более раз уменьшались территории. И я более страшные параллели, тяжёлые параллели вспоминаю, когда государства просто стирались с лица земли. Да и сегодня, когда мы говорим о России, мы говорим о России, и так добавляем иногда чёрточку РФ, Россия, Российская Федерация. Потому что современная Россия – это всё-таки не Российская империя. На этой территории Российской империи 21 сегодня государство. Это не Советский Союз, 19 государств на этой территории. Так вот, посилили этой Российской Федерации отстаивать те цели и тем путём, и заниматься тем типом миростроительства, которым занималась та большая Россия, если так её можно назвать. – Ну, прежде всего, большая Россия, ещё раз повторю, изначально была очень маленькой. Чтобы просто мы всё-таки... И понимаете, если бы в те времена люди бы, исходя из размеров той своей территории... – Я большую Россию имею в виду Российская империя, скажем, не Советский Союз. – Нет, конечно, но если бы, скажем... – Союз, который, по сути дела, назывался Советский Союз, но был, опять-таки, если мы говорим Россия-РФ, то здесь мы можем сказать Россия-Советский Союз. – Ну да, но если бы в XVI веке, соответственно, мы бы рассуждали таким образом, что у нас маленькая территория, и куда уж нам там в 30 раз расширяться, мы бы никуда не расширились. Что за этим стоит? За этим стоит, на мой взгляд, очень серьёзный... Я просто знаю ваш интерес исключительный к вопросам философии, методологии, логики. Мне кажется, стоит очень серьёзный парадокс вообще человеческого мышления, потому что есть два совершенно разных типа мышления. Одно – обосновывающее, а другое, соответственно, если хотите, проектирующее и заставляющее самоопределяться. Вот в чём разница? – Вот смотрите, Юрий, как раз вот на этом я вас хочу не то чтобы подловить, а вот давайте-ка переведём разговор от общих деклараций, что надо было бы сделать... Ох, у нас тут ещё и звонки. Но, тем не менее, договорю мысль к какому-то конструктивному проектированию. Причём я уловил один из таких проектов. Вы назвали, и вопрос-то поступил тоже по этой теме. Вы назвали такую возможность, как перенос столицы на Дальний Восток. И вот у нас от Артёма вопрос тоже на эту тему. Но я думаю, мы продолжим разговор, уйдя на небольшую паузу. После этого я отвечу и на телефонные звонки, которые я вижу, и зачитаю вопрос Артёма, и мы продолжим разговор. Оставайтесь с нами. Будущее. Где-то рядом. Авторская программа Александра Неклессы. О горизонтах, которые открываются перед цивилизацией и человеком. Звоните. Высказывайте своё мнение. Телефон студии 65 10 99 и 6. У микрофона Александр Неклессов. В эфире программа «Будущее где-то рядом». Я беседую с Юрием Васильевичем Крупновым, председателем движения развития. И тема нашей беседы – Дальний Восток, кризис, регион, регион кризиса или регион надежды. Ну вот, как я обещал, Юрий, перед перерывом, давайте примем звонки слушателей. Говорите, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Во-первых, вопрос, конечно, просто колоссальный для России, учитывая того, что столько Россия старалась, и, как говорится, это всё мы сейчас не можем освоить. Во-первых, нужно объявить конкурс российский и всемирный, как увеличить численность населения и экономику этого края. Я думаю, найдутся варианты очень разумные и будут приняты решения. Потом, значит, или отдать, допустим, вариант нашим олигархам на вечные времена. Пусть осваивают, но только без отсоединения от России. То есть, своего рода опять русско-американская торговая компания. Ну, не знаю, как это будет выглядеть. Потом можно предложить эту землю мигрантам из бывших советских республик, заселять приграничные территории с Китаем, давая на вечные времена эту землю бывшим мигрантам российских республик. То есть, нельзя это просто отдавать, это просто преступно, это в уме не укладывается, понимаете? Спасибо, Сергей. Юрий, прокомментируйте. Ну, во-первых, согласен с Сергеем, что, и, собственно, о чём мы и говорили, что проблема не просто гигантская, но сверхзначимая для нашей страны. Я вообще считаю, что это регион номер один, и именно здесь формируется идентичность, вот сегодня, если хотите. Это первое. Но, вы знаете... Сильное утверждение. Да, я считаю, именно регион номер один, на котором мы либо перевоссоздадимся как русские, либо, ну, просто станем геополитическими бомжами и исчезнем из истории. Ну, а вы знаете, что я хотел бы? Я хотел бы на секунду уйти вообще, там, на минуту уйти от Дальнего Востока и спросить, а с другой стороны... Ну, вот, Александр, а в чём, собственно, разница, скажем, Костромской губернии, моей вот любимой, которую я часто привожу в пример, она 300 километров от Москвы. Да. А вы знаете, а разница, по большому счёту, никакой с самыми далёкими, там, ну, более-менее даже обжитыми территориями Дальнего Востока. То есть, я бы... Тоже мало заселённость, та же запущенность. Или давайте возьмём Киргизию. То есть, там, да, там нет ограничений сегодня такого по демографии, или в Таджикистане очень серьёзно растёт население, в Узбекистане растёт население. Но с точки зрения обстоятельств жизни и освоенности, на самом деле ситуация не очень хорошая. И поэтому, на мой взгляд, очень важно не впасть в обаяние чисто такой территориально-географической проблем, а всё-таки обратиться, прежде всего, к принципу нашей жизни и самоорганизации. Потому что я утверждаю, что мы вообще не можем сегодня ничего создавать. Мы, уверен, никто не сможет это оспорить. Мы, по сути, живём за счёт того, что сделали наши родители. Взять тоже Тюменское освоение великое, где, кстати, тяжелейшая географическая ситуация. Но и отдача. Нет, но и отдача. Понимаете, какая отдача, и мы за счёт этого живём. А скажите, пожалуйста, представьте, кто-то бы сегодня, например, сказал, давайте мы освоим регион Икс и вложим туда те деньги, которые были вбуханы Советским Союзом в Тюмень. Понимаете? Ведь ещё 20 лет назад, когда я первый раз познакомился с Хантамансийским автономным округом, я прошу прощения, это был во многом дикий край. Но вот за 20 лет, за счёт того, что губернатор, например, и жители говорят, а мы хотим здесь жить, мы будем жить, и мы будем жить красиво. Теперь дороги, которые раньше, 20 лет назад, трудно было представить, что с Хантамансийска, например, на Сургута... Ну, есть средства, есть определённые... Не совсем, не совсем. Вопрос решимости жить. Мы отказываемся жить, и поэтому дальше у нас мы попадаем в ловушку. Потому что мы говорим, как можно жить на Дальнем Востоке? Понимаете, а мы и в Москве вымираем. Вот в чём вопрос. Очень много звонков. Давайте послушаем наших радиослушателей. У них, наверное, есть что сказать. Говорите, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста. Алло. Да, слушаем вас. Я хотела бы сказать... Вот такое замечание высказать. Представьтесь так, пожалуйста. Алла Александровна. Да, Алла Александровна. Значит, у нас есть огромная территория вот на северо-востоке нашей страны. Причём эта территория, она очень тяжела по климатическому своему состоянию для проживания, для здоровья. Там намного тяжелее жить, как вы не будете возражать, чем в европейской части. Но, тем не менее, вот в планетарном значении эта, видимо, дикая совершенно природная часть, она, наверное, очень важна вообще для экологического состояния вообще планеты. Почему бы не оставить её вообще в покое, как заповедник, и просто очень хорошо охранять? И мне кажется, это очень хорошо, что на ней нет людей, и что она вообще в неприкосновенности, в природной, сохранится и каким-то образом, может быть, будет способствовать вообще продолжению жизни на Земле. Спасибо, Алла. Да, Юрий. На самом деле полностью согласен, просто абсолютно согласен. И это касается не только Дальнего Востока в географическом смысле, но и всех наших северов. А у нас северов одна треть страны. То есть национальные заповедники. Конечно, то есть должны быть резерваты, это безусловно, потому что та же тундра, та же северная тайга, это и лёгкие планеты, и уникальные резерваты всего, что угодно. Мы ещё не знаем даже чего, не говоря уже про пресную воду, не говоря про ископаемое и так далее. Поэтому в этом плане я согласен, Салла Александровна, но есть всё равно территории, где я абсолютно, например, здесь уже не согласен с точки зрения, что там более тяжёлые условия проживания. Вы знаете, я работал в Хабаровске, вот супруга ко мне приехала, и она просто ходила в каком-то, так сказать, непонятном расстоянии радости, потому что Солнце высоко, Солнце почти каждый день, есть там свои астрономики, я так скажу, географические моменты, ну а плюс нету смога в том же Хабаровске, допустим, или в Амурской области. И вы знаете, как сказала одна бабушка ей в Хабаровске, говорит, а знаете, у нас Солнце-то высоко. То есть это совершенно другое представление, и погодные условия на том же юге, но они не такие, как всё-таки, представишь, там какие-то сепы. Вы знаете, я какое-то время жил, короткое очень время, и тем не менее жил, был на Камчатке, и надо сказать, я вот Алины слова по поводу тяжёлых условий жизни я вполне воспринимаю. То есть, да, там красота неимоверная, просто Камчатка – это какая-то фантастическая территория. Устаёшь от красоты. Ну вот если бы только от красоты. Но у нас так много звонков, давайте ещё послушаем. Вот как-то задела тема. Говорите, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста. Алло? Алло. Да-да, мы вас слушаем, представьтесь, пожалуйста. Меня уведомлено. Здравствуйте, меня зовут Андрей, я очень много в Дальнем Востоке. Вот и с женщиной, которая сейчас звонила вам. Наверное, в чём-то соглашусь, потому что, честно говоря, вот Камчатка очень много ездил по федеральной трассе Ковыма. И я не совсем понимаю, каким образом там можно развивать демографическую ситуацию и так далее. ГОК, то-то бывающее, закрылся, там артель закрылась, и всё, посёлок умер вдоль трассы, которая, кстати, до сих пор грунтовая. Стоят посёлки просто брошенные, пустые абсолютно. Там даже бомжей нет. Людей нет. Нет, людей нет, понятно, там, сошь работы нет. Но там даже безработные, там, бомжей, там, нет никого. Да я просто вспомнил фразу, помните из фильма «Царь Лунгена» заключительную. Вот, честно говоря, непонятно, за счёт чего там можно делать ресурсов других. Глубинета Айгита особо и нет. Спасибо, Андрей. Да, пожалуйста, Юрий. Вот я всё-таки не соглашусь, в каком принципиальном плане. Вы знаете, я советую это, кстати, легко найти в интернете, посмотреть, вести Детройт. И фотографии Детройта, вот, буквально в современном состоянии, особенно 5-10 лет назад, когда промышленность автомобильная в центре промышленного производства США впала в тяжёлый кризис, были выведены мощности в страны третьего мира и так далее. И я бы советовал посмотреть, во что превратился в Детройт в значительной части вот своей территории. Это какие-то, так сказать, страшные развалины, какие-то вандально там вырванные рамы и так далее, тому подобное. И, по большому счёту, я ещё раз повторю, что всё зависит от того, что у нас нет в достаточной степени желания жить, способности жить. Потому что иначе, иначе. Мы начинаем вроде бы с Колымы, с Магадана, там действительно тяжёлые погодные, климатические условия. Это так. Но потом вдруг оказывается, что мы и в самых идеальных условиях, скажем, в Сочи. Или Кострома. Оказывается, при, казалось бы, нашей средней полосе ничего не происходит. Давайте ещё послушаем слушателей. Говорите, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день, Дмитрий. Дмитрий. Да, Дмитрий, слушаем вас. Я хотел сказать, что если создать хотя бы очаговым образом экономику, ориентированную именно на экспорт в этом регионе, а не большей частью на импорт из Туржазии, то люди туда потянутся и вполне смогут создать этот регион. Так что люди туда поедут, если будет такая возможность. Я сам в армии служил в Чеченском городе, и если даже на этой маленькой территории, там 38 тысяч населения было на тот момент, создать 3-4 производства, которые что-то продают в тот же Китай, то, в принципе, там можно создать вполне приличный город. Спасибо, Дмитрий. Да, пожалуйста, Юрий. Вот полностью согласен. Смотрите, просто назывным образом, но кратко совершенно комментарий. Первое. Тихий океан. У нас Охотское море, 60% всех полезных биоресурсов, причем ценнейших биоресурсов, всего, так сказать, российских возможностей. 60% Охотское море. Это жемчужина мирового океана. Понимаете? У нас нет вообще экономики океана, по сути. Все достаточно тяжело, все на очень тяжелой основе. Я не говорю про контрабандную и другие вещи, но экономика океана. Дальше. Ученые РАН, Дальневосточного отделения Академии наук, ДВУ РАН, на самом юге Приморского края, в курортных местах Хасанском районе, предлагают поставить биоэкополис и делать морекультуру, то есть производить опять экономику океан. Никто не поддерживает. Там условия шикарные. Это курортные условия. Там прекрасные заповедные места и так далее. Следующий момент. Это, безусловно, космический кластер на Дальнем Востоке, вот где я предлагаю столицу в Амурской области, собственно, через 5-7 лет там должен быть наш первый национальный гражданский космодром. Там должен быть, я считаю, Дальневосточный космический кластер и в том числе производство спутников и космической индустрии на экспорт. То есть там, на самом деле, масса проектов в совершенно нормальных климатических ситуациях и условиях, но мы ничего не делаем. А дальше я опять предлагаю обратиться в самые обжитые места. Давайте возьмём Смоленскую область. Хорошо, не нравится Костромская, давайте возьмём Псковскую. Послушайте, ну, ни Черноземья не сегодня стало. Может быть, дело связано не с географией и удалённостью там, с какими-то климатическими условиями, а с нами самими. И вот последний момент, просто это важно. Есть замечательная поэма Ора Павла Александровича Флоренского, отца Павла Флоренского, который был несколько месяцев как раз в Амурской области, вот в этих местах, где космодром будет. И он, например, у него такое видение, он пишет «Стоит сияющий фавор на цепью Тукуринжских гор». Вот он увидел фавор, он увидел этот свет, понимаете? Ну, сразу вспоминается и Беловодье, и немного чего вспоминается из всех мест. Да, я просто к тому, я просто к тому, что, мне кажется, мы должны отказаться от тех способов производства, которые нас омертвляют везде, в том числе в самых обжитых районах. Послушаем ещё наших слушателей. Говорите, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста. Алло? Да, мы вас слышим, представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер, это Игорь. Добрый вечер, Игорь. Я хочу полностью согласиться вот с женщиной, которая выступала и говорила, что необходимо этот район просто сохранить как заповедник. Я долго жил на Дальнем Востоке, ну, сравнительно долго. Работал там в море, объездил в Дальний Восток, зная там, какие красоты и какие суровые и хорошие места там есть. Я могу сказать так, Дальний Восток в данный момент есть не просит. И нужно его просто защищать и охранять, и не жить с сегодняшним днём. Мы не знаем, какая ситуация в нашей стране будет завтра, не знаем, какая ситуация будет послезавтра, будет там глобальное потепление, не будет. Вполне возможно, что через какое-то время этот регион будет единственный, пригодный для проживания. И поэтому сегодня пока у нас есть возможность, мы должны его защищать любыми способами. А такая возможность у нас есть. Просто сохранять на случай того, что что-то в мире переменится. Совершенно верно. Я услышал вас. Спасибо, Игорь. Ещё примем один звонок. Ну, давайте ещё один, два звонка. Говорите, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста. Олег. Да, слушаем вас. Здравствуйте. Владимир, Москва. Вы знаете, задержал обидно. Один на то, что при царе-батике всё это как бы настаивалось, ну, не скажу, что завоёвывалось, но во всяком случае всё это охранялось и сохранялось. А вот пришли вот эти вот, и у нас встаёт вопрос, а что делать с Сахалином, а что делать с Сибирью, а вот не сократить ли границу с Китаем, вы знаете, я... Ну, в какой-то степени она сокращается, вроде там же проблема нескольких островов уже решена. Вы знаете, я в своё время, я служил когда, да, вот последний перед Генгелем. Угу. Алло. К сожалению, связь прервалась. Послушаем другого слушателя, не по нашей вине. Говорите, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста. Да, здравствуйте. Меня наставил. Да, правил. Знаете, я не был на Дальнем Востоке, хотя много нас слышал, потому что у меня много друзей там бывали, но я хочу сказать более про центральную зону, такую, как Островская и Смоленская, где я там бывал, и неоднократно. И мне просто хотелось сказать реплику с точки зрения, почему не развивается там. Но ведь это не надо быть, как сказать, там, большим мудрецом, для того, чтобы просто отъехать от Москвы, вот, и Владимирскую область взять, там, близлежащие какие-то области. Ведь предпринимательская инициатива, она подразумевает под собой вложение каких-то определенных средств. А вот то, что от нас сейчас очень много говорят, такие вещи, как, там, стартаповые капиталы, это же невозможно. То есть бизнес в России сейчас средний начать, я считаю, невозможно. Я бизнесмен со стажем, который прошел 90-е годы, я это очень хорошо знаю и понимаю. И поэтому все эти разговоры о том, что там правительство поддерживает бизнес, это все равно профанация, я считаю, чистой воды. Спасибо, Павел. Ну, звонки идут, но вот мне хотелось бы все-таки, Юрий, с вами обсудить, ну, примерно общее то, что я слышу, что проблема серьезнейшая, что проблема запущена в нехорошем смысле этого слова, что практическое решение – это не трогать ее, потому что решать ее, вроде как только есть некоторая пассионарность народа и энтузиазм и так далее, но что, в общем, вещь, конечно, прекрасная, но вот как ее применить? Но я хочу вернуться к нашему моменту разговора, и как раз я обещал зачитать вопрос Артема, который касался одного из ваших концептов, который как раз связан с тем, как, вот не просто пожелание, чтобы там изменилось, и опять-таки не изменить, ну, нельзя изменить на Дальнем Востоке те реалии, действительно, отрицательные, которые действуют и в Смоленске, и в Костромской области и так далее. Почему нельзя? Почему нельзя? Почему? А вот нельзя, надо. О, вот вы мне расскажете, как это сделать, и, возможно, это будет связано именно с вашим концептом, по поводу которого я все-таки зачитаю вопрос Артема. Артем спрашивает следующее. Юрий Васильевич, вы действительно верите в возможность переноса столицы на Дальний Восток? Ведь власть никогда не пойдет на такое. О переносе столицы хорошо мечтать, глядя на карту мира в мониторе компьютера. А реально это трудноосуществимый проект. Здесь в негативном залоге подана ваша идея, но она меня заинтересовала, потому что речь-то еще не первый век ведется об этом. Я вспоминаю достаточно старые планы, старые еще дореволюционные, правда, у нас столько революций, что непонятно, что под этим подразумевается. Я им веду еще имперские планы. Когда существовала идея разделить Россию между царем и цесаревичем, оставив управление за царем всей России, всей Руси, цесаревичу дать в спецуправление, если бы так сейчас современным языком выразиться, именно Дальний Восток. Как территорию, которая нуждается в развитии. И причем идея, которая выводилась на уровень очень практических, интересных планов. Мы их обсуждали, специальные передачи были посвящены этому. План генерала Гроденкова, план Юрия Витте, связанный с созданием Желтороссии, освоение, ну, тогда распадавшегося, частично распадавшегося Китая. Для сложной ситуации, которая складывалась в отношении с Японией и так далее, и так далее. Может быть, действительно в этой идее создание какого-то, я не скажу даже административного или промышленного центра, а такого социально-культурного какого-то мощного центра по ту сторону Уральских гор и далеко по ту сторону Уральских гор. Может быть, здесь есть действительно разумное зерно, которое способно именно как-то конструктивно, пепты, что другие пути, они не кажутся реалистичными. Может быть, здесь что-то заложено? Ну, во-первых, мне кажется, вы самое главное сказали, что именно речь идет о культурно-духовном центре. То есть вопрос идет не о том, что какой-то мегаполис вы создать, там, неважно, за какие деньги. Да даже порт Артур до сих пор в нас вызывает какой-то такой эмоциональный вдохновение. Конечно. Это первый момент. Второй момент. Вы правы абсолютно по поводу не то, чтобы даже практического плана отдать Дальний Восток цесаревичу, а про то, что в конце XIX, в начале XX века это очень серьезная была разработка. И, между прочим, вот город свободный, который во многом, конечно, слово страшное, потому что там был центр Бамлага, там был отец Павел Флоренский, там он написал про фавор, но этот город до 1918 года назывался Алексеевск и был создан в 1913 году. То есть это Алексеевск под Алексея, естественно, под сына Николая II. И там даже, как говорят старожилы, есть часть дома, которая считается, что строилась резиденция под Алексеем. В этом плане я все-таки, как и вы, считаю, что это не простые какие-то игрушки, там еще попытка что-то похулиганить так, а ментально. Нет, это очень серьезный разговор. Но самое главное не в этом. Самое главное в том, что у нас именно должно быть ясное понимание безбрежности Тихого океана, того, что центр мира там, и что если мы там не присутствуем в лучшем, наиболее мобилизованном виде, то мы просто, знаете, как называется, вне темы. То есть мы просто не присутствуем в мировом пространстве. Вот в чем проблема. Давайте еще послушаем. Сегодня столько звонков. Действительно задела тема. Говорите, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста. Да, слушаем вас. Меня Севолод зовут. Я в эфире. Да, вы в эфире. Добрый вечер, Севолод. Да, добрый вечер. Я хотел бы вот о чем спросить. Мой вопрос как бы из двух частей состоит. Вот я знаю людей из Дальнего Востока, которые... Ну, это люди, которые пару десятков лет отдали Дальнему Востоку, и которые сюда, в Москву, переводят свои активы, перевозят семьи. Вот это как бы одна проблема. Вторая проблема, это, если вы, наверное, помните, в 97-м году Падим Бжезинский выпустил книгу «Великая шахматная доска», и он на этой книге на карте очерпал наш Дальний Восток с пунктурной линией и обозначил его как зона жизненных интересов Китая. И все две тенденции, да? С одной стороны, обезвеживание территорий на нас, с другой стороны, внешние силы. И как вы думаете, для того, чтобы нам удержать Дальний Восток в России, да, нам надо совершить какое-то большое усилие. Вот нынешняя так называемая элита, которая целиком сосредоточена на Западе, как вы думаете, ей это нужно? Спасибо, Володя. Да, Юрий, пожалуйста. Начну. Это нужно мне, это нужно гигантскому количеству людей, в том числе нашим радиослушателям. Поэтому я всегда исхожу в отношении к элитам. Кто там элита, не элит, это сложный вопрос. Наверное, у нас разные элиты. Значит, надо принуждать. Значит, по крайней мере, административно финансовую элиту нужно принуждать. Понятно, что поэтому правильно, и сегодня два, собственно, есть проекта. Это либо Лондон, скажем, лондонский вектор, либо дальневосточный. И никаких других проектов у России нет. Но я бы хотел специально отметить, и, конечно, полностью согласиться с тем, что помимо вот таких проектов, там, 2 миллиона человек перевести на Дальний Восток, помочь им расселиться, там, 10 миллионов перевести. Ну, имеется в виду, конечно, русскоязычных людей. Но прежде всего надо удержать тех, кто там живёт. И особенно молодёжь. Вы знаете, что самое тяжёлое? Мало того, что идёт гигантский отток, но в последние 3 года этот отток молодёжи увеличивается. Поэтому нужно делать дома специально для дальневосточников. И все возможности здоровья для дальневосточников заниматься. Нужно удержать нашу молодёжь. Юрий, я приму один звонок, а ответ на него после небольшой паузы. Говорите, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста. Алло. Да, слушаем вас. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Роман. Я вот приветствую вас. Очень интересная передача, Александр. Вообще приятно слышать такие темы, которые вы затрагиваете. Спасибо. Хотел высказать своё мнение по вопросу, чтобы создавать условия людям на Дальнем Востоке и в том числе сохранять тот генофонд, который там существует. Действительно, правительство должно разрабатывать такие схемы, которые людей бы в данном случае привлекали. Вы вспомните, как в советское время было. Те, кто работали на севере, они, соответственно... Да, получали определенные льготы, надбавки и так далее. Получали определенные выгоды, надбавки, и люди даже элементарно ехали на север с целью в том числе заработать. Но... И это в данном случае даже не главное. А главное в том, чтобы действительно людям там создавать условия. И Россия, она на самом деле вот двуглавый орёл, он потому и двуглавый, потому что есть территория до Уральских гор, европейская и есть Азиатская. Есть территория, так называемый Тартар, который ещё в царские времена так и назывался. Поэтому это две части неотделимые друг от друга. Спасибо, Роман. К сожалению, мы должны уйти уже на паузу. Спасибо за ваше мнение, которое мы высказали. Я напомню, телефон 6510996. И оставайтесь с нами. В эфире программа «Будущее где-то рядом» у микрофона её ведущий Александр Неклеса, а гость студии у меня сегодня Юрий Васильевич Крупнов, председатель движения развития, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития. Разговор идёт у нас на достаточно серьёзную тему. И вот как показывает сегодняшняя практика, очень тема, оказывается, которая очень и очень волнует людей. Название следующее. «Дальний Восток – это регион кризиса или регион надежды». Телефон студии 6510996. Ну и вот послушаем, что наши радиослушатели скажут по этому поводу, по поводу Дальнего Востока, какой это регион. Слушаем вас, говорите, вы в прямом эфире. Здравствуйте, меня зовут Максим. Добрый вечер, Максим. Добрый вечер. Я до недавнего времени работал на Дальнем Востоке директором военного судоремонтного завода. Когда я пришёл на него, то долг у завода был больше 600 миллионов. Потом завод получил субсидию. Ну, я принимал в этом участие. А через полгода моего пребывания там завод стал показывать прибыль. Даже был случай, когда бухгалтер прибежал и прибежала со слезами на глазах. Он говорит, я впервые вижу прибыль. Я работаю здесь 20 лет. Я этим хотел сказать, что там такие масштабы коррупции, о которых, собственно говоря... Костромской и Смоленской области не представляют, да? Ну, скажем так, страна не представляет. Вот эта оторванность от центра, она позволяет воровать в огромных масштабах. Я, придя на завод, собственно говоря, ничего нового-то не сделал, а просто уменьшил масштабы воровства. Ну, мне кажется, я их прекратил, и поэтому завод просто стал получать прибыль. А вот та субсидия, которая была получена, это была компенсация вот того неграмотного управления. И вы продолжаете сейчас руководить этим заводом? Что-что? И вы продолжаете работать на этом? Нет, нет. Против меня было заведено уголовное дело. Ну, там статья была весьма интересная за невыплату зарплаты. И лично корыстной заинтересованности. Девять месяцев продолжалось расследование, ну, и, собственно говоря, закрылись до недоказанности. То есть ваш эксперимент, ваш опыт показывает, что... Там можно работать, там нужно работать, там замечательные люди. Ну, в принципе. И не хотят уезжать оттуда. Но они уезжают, потому что просто они видят, что на единицу площади очень мало людей, а коррупция такая огромная, что вся эта коррупция просто накрывает. – Спасибо, Максим. Давайте ещё одного послушаем. – Буквально, если можно, да, слово. – Пожалуйста, да, пожалуйста, Юрий. – Знаете, Александр, вот настолько правильно всё точно и жизненно, просто, ну, тут и комментировать нечего. Просто это страшно и тяжело. Но я хотел бы сказать в связи с этим, что все проблемы Кавказа, казалось бы, вот тяжелейший регион, сложнейший и так далее, да, если хотите, они на порядок проще, чем проблема Дальнего Востока, в том числе, сейчас скажу страшную вещь, в плане сепаратизма, понимаете? Потому что по-другому совсем, в экономическом там плане и так далее, но Дальний Восток, он реально отделённее от России в большей степени, чем Кавказ. Вот это надо понимать. – Говорите, вы в прямом афере, слушаем вас. – Здравствуйте, меня зовут Юрий Леонидович. – Добрый вечер. – Я очень рад, что такую тему вы затронули. Но все предложения, которые поступают, там, создать условия, там, ещё что-то, это всё понятно, это для любого региона надо такие условия создавать. Конечно, для Дальнего Востока нужно особое, да, потому что численность малая. Но я вообще-то хочу сказать, что даже сейчас можно сделать очень простую вещь. Надо просто вернуть на Дальний Восток от бывшего мэра Черепкова, который там работал. И, в общем-то, он немножко такой человек с сумасшедшинкой. Но он очень много сделал. И я думаю, что если дать ему такую возможность порвить там, в хорошем смысле слова, то он сможет поднять тот же Дальний Восток, ну, по крайней мере, Приморский край. Он, например, напоминает, вот, как он работал у нас во Владивостоке, вот так, как сейчас новый мэр Москвы начинает. Вот он напоминает по характеру примерно то же, что и делал Черепков во Владивостоке. Спасибо, Юрий. Говорите, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста. Алло? Нет, я вас не слышу. Вы, наверное, сорвались с линии. Говорите, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Я? Да. Владимир меня зовут. Добрый вечер, Владимир. Здравствуйте. Ну, у меня вопрос, ну, может, даже не вопрос, а такое размышление. Мне кажется, что вот нашу большую страну надо как-то дополнительные сцепки. Для этого надо не просто столицу перенести из одного, из Москвы в какой-то другой город, а все функции государственного управления распределить между крупными центрами региональными. Ну, допустим, там президент в Тюмени, правительство. То есть такая федерализация страны, да? Не унитаризация, не властная вертикаль, а определенное содружество. То есть, ну, я не хочу сказать версия, скажем, Европейского Союза, но определенное содружество в рамках одного государства. Нет, не-не-не. Нет? Объясните. Государство фактически, вот, суть его такая, как сейчас есть. Ну, не знаю, унитарно, федерально. А именно... У нас Российская Федерация по конституции. Федерация, федеративное государство. Федеративное. Но вот функции государственного управления разделить, вот, допустим, там Центральный банк, в Казань, ну и так далее. Почему? Потому что у нас в основе все деньги крутятся вокруг государственных учреждений. И поэтому вот эти государственные органы в каждом крупном городе, они будут, ну, как бы, точкой вот роста, точкой роста благосостояния. Это... Спасибо. Да. Да. Да, Владимир. Просто уже остается мало времени передачи, поэтому хочется все-таки, чтобы Юрий высказал свою точку зрения. Ну, я против распределения, но, вы знаете, я бы хотел сказать, что, и вот даже упомянули здесь Черепкова, все-таки вопрос не... вопрос, безусловно, в личностях. То есть, только личности, выдающаяся личность, смогут решить эту проблему. Это первый момент. Никаких чудес здесь иначе не будет. Это первое. Второе. Мы должны понимать, что либо мы воспроизведемся, как я говорил, как страна, либо мы состоимся как держава, я считаю, мировая держава. А для этого нам придется переосваивать и форсированно переосваивать Дальний Восток. Нам придется заниматься Афганистаном, скажу страшную вещь. Я уж не говорю про Среднюю Азию. Нам придется заниматься Большим Кавказом, очень серьезно, и в том числе инвестировать туда. Нам надо поднимать будет не Черноземье, давно уже нами забытое и также запущенное. И в этом плане вот нам придется все это делать. Иначе-иначе смерть. Смерть всей страны. Юрий, я просто в некоторой растерянности. У меня как елочная, елочными огоньками играют звонки. И я понимаю, что если люди звонят, а иногда они звонят издалека, то, ну, в общем-то, они хотят, чтобы их услышали. Одновременно у меня идут по интернету вопросы. Давайте, господа, сделаем следующим образом. Я дам слово тем, кто звонит, но прошу вас кратко, кратко сформулируйте. У нас остается очень мало эфирного времени. Пожалуйста, говорите. Вы в прямом эфире. Алло, здравствуйте. Да, слушаем вас. Меня зовут Рашид. Добрый вечер, Рашид. Они такие. Значит, прежде всего земляет, невыспроизводимые ресурсы. Безусловно, за Восток нужно держаться обеими руками, как только возможно. Безусловно, нужно восстанавливать транспортную доступность этого региона, потому что это смешно, когда мне гораздо дешевле и быстрее слетать в Лондон, чем попасть на Далевосток. Да, это верно. А это интересно мне, как гражданину России. Я там не был никогда, и это очень плохо. Спасибо, Рашид. Еще одно соображение. Я считаю, что нужен какой-то, вероятно, новый общественный договор со всеми теми людьми, которые остались там жить и хотят поднимать этот регион. Нужен не только мощный лидер, но и какая-то очень воодушевленная команда, которая практически комиссарная. Может быть, новая форма социальной и государственной организации этого региона? Ведь бывали ситуации, когда определенные регионы меняли свой статус, их статус менялся именно с целью разбить. Ну, последний звонок, просто больше не будет времени, и прошу очень коротко. Говорите, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Меня зовут Сергей. Я даже не могу дополнить. Мне понравилась женщина, вы сказали, с Игорем, вот сейчас предыдущий товарищ. Давно можно сказать. А не кажется, что нашу Сибирь надо оставить для наших потомков, а не раздербанивать, как вот американцы, в смысле европейцы захватили Америку. Вы повторяете ту же самую мысль, которую Алла высказывала, то есть национального заповедника. С одной стороны, да. Но получается так, что наша сладкая парочка, видимо, поставлена для того, чтобы действительно уничтожить наше великое, прекрасное государство. И наплевать на все, там, на людей, и даже на Россию, на прошлую ее историю. А, кстати, Ермар Тимофеевич нам подарил этот великий край, и нам его надо защищать всеми силами. Спасибо. Спасибо, Сергей. К сожалению, у нас остаются буквально секунды. Юрий Васильевич, хочу вас, с одной стороны, хочу вас поблагодарить за этот разговор, а вот попросить из-под сознания буквально выскочило. Наверное, нам имеет смысл продолжить этот разговор. Потому что о чем я хотел поговорить? Я хотел поговорить о японском сценарии. У нас тут масса вопросов пришло по интернету. Имеют или не имеют под собой исторические основания претензий японской стороны, наши острова. Та военная ситуация, которая остается. Тот вопрос о границах с Китаем, который был затронут. Действительно, масса внутренних проблем связана. Иммиграция. Причем, иммиграция в основном всегда имеет, когда об иммиграции, речь завозят об иммиграции китайского населения в Россию, но не говорят о той иммиграции, которая идет из России в Китай. В том числе высококвалифицированное население, если не ошибаюсь, 25 тысяч российских ученых на сегодняшний день работает в Китае. Поэтому спасибо за беседу. Надеюсь, что вы еще раз придете, и мы продолжим этот разговор. А я хочу сказать, что сегодня гостем студии был Юрий Васильевич Крупнов, председатель движения развития, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития. А в заключение, как обычно, я зачитаю цитату. Цитата принадлежит человеку, которого зовут Хамита фон Додерер. А звучит она следующим образом. «Революция не столько строительство площадок будущего, сколько распродажа с молотка прошлого, включая его лозунги и миражи». Вел передачу Александр Неклеса. До встречи через неделю на волнах. Финам.фм. 99.6. Будущее. Где-то рядом. Авторская программа Александра Неклесы. О горизонтах, которые открываются перед цивилизацией и человеком. Живи по своим правилам. Финам.фм. 99.6.